На то, где мы остановились. Надеюсь, что вы можете что-то прочитать с этого экрана. То есть здесь, если я правильно понимаю, здесь в этом издании жирным шрифтом выделено, собственно говоря, текст Талмуда, а нежирным – это комментарий, то есть обрамляющий. Ну и приводится игрит. Ну хорошо, значит, мы остановились на том месте, где Талмуд разбирал, почему, то есть у нас были разные варианты того, почему написано так, а не эдак, почему эдак, а не так, почему приобретение, почему не освещение или отделение. И в конце говорилось о том, что вначале используется язык Торы, а язык Торы – это приобретение или взятие, киха. А язык мудрецов – это гэгдэш, то есть посвящение, отделение. И дальше был вопрос, который мы тоже прочитали, почему не написано, что мужчина приобретает и делает женщину обладательницей самой себя, коне умакне. И ответ такой, что дело в том, что здесь перечисляется в том числе и смерть мужа. А смерть мужа – это сложно назвать, что он ей предоставляет возможность себя приобрести. Это вроде бы скорее то, что случилось само собой, то есть это смерть. Ну и когда отвечает Толмут на вопрос, почему не сказано, что мужчина приобретает, потому что если бы было мужчина приобретает, то можно было бы сказать, что он приобретает ее в том числе и независимо от ее желания. Но поскольку этого невозможно, то есть необходимо ее согласие, ее желание, поэтому сказано «иша не кнет», то есть женщина приобретается, приобретается исходя из ее желания. То есть мы на самом деле на уровне грамматического, конечно, можем сказать, что мы не чувствуем особо разницу, то есть что так, что эдак, почему, если она не кнет, то есть приобретается, то это с ее согласия, а если он ее приобретает, то это без ее согласия. Здесь интуиция языковая наша не вполне совпадает с тем, что предлагает нам Толмут. Но Толмут, скорее всего, и не идет по пути выявления, так сказать, каких-то семантических нюансов, глагола «лекнот». Скорее, как всегда, что-то подразумевает, то есть на самом деле здесь не столько филологические штуги, которые выглядят как филологические, сколько некие символические моменты. И вот это, если мы были правы в нашем основном прочтении, что здесь речь идет в том числе о метафоре приобретения народа Израиля Богом или приобретении Торы или земли народом Израиля. Это две женщины, Тора женщина, Израиля женщина, народ Израиля женщина, Бог мужчина у нас более-менее почти всегда в Толмуте, в каббалистической литературе будет и по-другому, но в Толмуте Бог почти всегда мужчина, а народ Израиля бывает то мужчина и то женщина, в зависимости от того, какого рода отношения описываются. И когда здесь говорится о том, что без ее знания Балькурха не приобретается женщина, то, наверное, здесь есть в том числе намек на знаменитый эпизод, мы, по-моему, об этом говорили, когда Бог поднимает гору на однородном Израиле и говорит о том, что принимаете Тору хорошо, а не принимаете, значит, здесь ваша могила. И тогда получается, что, в общем, народ Израиля приобретается Богом в каком-то смысле насильно, но нет, это не насильное приобретение. Ну, возможно, сама по себе вот эта тематика или этот мотив будет в дальнейшем звучать, но для Толмуда важно показать, независимо от того, насколько здесь, как я уже сказал, филологически это оправданно, сказать, что женщина приобретается только ми-да-ата, то есть с ее согласия. Хотя само слово да-ат – это не обязательно согласие, да-ат – это понимание, знание, можно было бы сказать, аскама, да, то есть аскама – это согласие. Но Толмуд выражается именно, вот, используя это слово да-ат, тоже не будем сейчас, наверное, рассуждать о том, какие коннотации, собственно говоря, имеет это слово да-ат. Понятно. Мы на этом, собственно, остановились. И дальше, дальше, сейчас я найду, где здесь это, вот, видите, здесь в самом конце, вот я выделил, вот отсюда, собственно говоря, мы продолжаем. Май Ирия Детаны Шалош. Последние, собственно говоря, два абзаца на этой страничке, потом мы на страничку перевернем. Умай Ирия Детаны Шалош. Литный Шлоша. Опять, вроде бы, Толмуд говорит нам про филологию, да, или про грамматику. Почему же написано Шалош, а не Шлоша? А где написано Шалош? Написано в самом начале лишнего, да, сказано. А и Ша, не Кнет, бы Шалош, Драхим. Женщина приобретается тремя путями. У нас есть форма числительных женского рода, это Шалош как раз, и есть мужского рода, это Шлоша. Вопрос слова Дерых, это слово женского рода или мужского рода, окончание Драхим, мужского рода. Но у нас бывает существительность женского рода, у которых есть окончание мужского. И наоборот, бывает мужского рода, окончание женского рода. Там Шупхан, Шупхан, Нот, Халон, Халонот. То есть окончание женского рода, множественного числа, оно существительное, является мужского рода. И здесь мудрецы Толмуда, если бы, в принципе, они рассуждали в терминах грамматики, Они спрашивают, почему использовано числительное женского рода, а не числительное мужского рода. И отвечают, мишунды кабай лимитный дырых, вы дырых лошонны кивагу. Ответ такой, потому что нужно учить именно слово дырых, путь, дорога, а слово дырых женского рода. Ну и опять же, они ссылаются, когда говорят о том, что это женского рода. Вот как раз здесь женского рода. Мы переворачиваем страничку. И приводится стих, потому что мудрецы Талмуда не могут просто так сказать, что это женского рода, необходимо подтверждение. Подтверждение это они находят, естественно, в Писании. И это книга Шмот, 18 глава, 20 стих. И мы давайте, опять же, надеюсь, что вы снарядились. У вас есть Танах под рукой, или электронная версия, или еще какая-нибудь печатная. Исход 18-20. 18 глава, 20 стих. Продолжение следует...